Доброе утро, ребята! Утро у нас сегодня хорошее, мы все выспались, ночь прошла хорошо, мы хотим им больше не болит живот, все в порядке, осталась слабость, вот, ну мы ждем педиатра все равно, естественно, до Аринова машет, я была в курсе, ты кашу хочешь, да? Сейчас я делаю кашу оришки, потому что она встала на час позже меня, и что, у меня на сегодня планы, я хочу погенералить квартиру, вот, и еще мне надо выставить кучу вещей на авито, и хочу смонтировать то, что я отсняла вчера, а вот такие у меня сегодня планы, я решила, раз мы сегодня никуда не идем, надо по максимуму заняться делами. Пришло время обеда, едите голодная, соизмеряем размер порции, да, и вот так ем, и при этом я худею. Здесь у меня бурый рис, это углеводы, три котлеты, это белок, горох, белок, кукурузу, просто к клетчатке относим, один огурец дачный и один перчик. Сейчас будет очень-очень вкус, вкусно. Пугалась. Смотрите, какие у меня детки с игрушками. Арина сразу схватила, как проснулась, и она пугала, и она, хватит так сразу. Да, я съела есть, естественно, я съела три ложки, проснулась Арина, и я, как всегда, умирает голода, пошла ее укладывать, лежала с ней, а тут позвонил курьер, который привез доставку, и Арина подкинулась, схватила игрушку, и вот так уже сидит минуты три. Я Артемий с котом за компанией. Только я его не сразу схватил, я по всему дому бегал, его искал. Ну, Арина, ты проснулась? Арина такая задумчивая. Может, ей всегда игрушки класть? Да, надо ее овечку найти, она ее больше всего любит. Мне кажется, она под кроватью. Пойди поищи ее овечку. А я все-таки попробовала поесть, потому что я вот вам снимала, да, что я буду есть. Это было 40 минут назад. Все как обычно у молодых мам. Сейчас буду поем сама, и хочу сварить супчик, и вообще надо еду готовить. Я, кстати, стала теперь брать вместо обычного мяса бурый. Продвигаюсь в своих знаниях о правильном питании. Вот у меня оставьте обычного, и вот бурый. Ну, кстати, бурый мне нравится по вкусу, хотя Артемий не заценил. Сказал, мама, он какой-то недоваренный. Он доваренный, он просто, ну, и вот жевать-то тяжелее. Потому что такое, знаете, напоминает все. Можно я выбор? Кого вы? А не эта, в спальне ее овечка, в нашей спальне, не эта, ее такая бело-розовая. Так она там лежит. Хотя бегемот, кстати, это тоже ее бегемот. Это твой бегемот, ты знаешь? Хочешь бегемота? Хочешь? Давай собаку и бери бегемота. По-моему, она хочет мне собаку оставить. По-моему, она хочет себе собаку, а мне бегемота оставить. Не знаю, вообще из игрушек-то ее две, вот этот бегемот и овечка. Других у нее пока нету. Ну, там еще какие-то мелкие. Не эта овечка, которая в той спальне. Так она прям... Большая. Но она ее не любит, эта овечка. Ну, ты не видел, как она ее вчера обнимала? Ты пропустила, потому что ты спал. А почему она, когда подсыпается, она ее не берет? Так ее рядом не лежала. Вот рядом ты собаку оставила, она ее и схватила. Вот теперь тебе дали бегемота. Не, ну это надо. Ну, ты видишь, когда рядом игрушки класть, да? Да. Просто я почему умиляюсь? Маленький Артемий в таком возрасте, он любил спать с машинками, с бутылкой шампуня, потому что она красивая, с какой-нибудь клюшкой. Он вообще не испытывал никакого рвения к игрушкам. Вот он их начал любить где-то, я не знаю, года в четыре, мне кажется. У него теперь целая куча этих мягких игрушек. Я могу дома из них строить, маленький для артистов. Да, целая коллекция у тебя, он прям их любит, так это ревностно к ним относятся. Вот, а это Арина, вон, с младенчества. Девчонка, девчонка, зачем ты ешь бегемота? Арина, бегемоты, наверное, занесены в красную книгу. Здесь нельзя. Я ж, уж луч овечка. Или собаку, собак в номер. Не надо есть собаку. Артемий сказал, он где-то спрятался в детской, я его не найду. И позвал меня. Так. Петя В. Петя В. Сказки у нас тут крутятся, как обычно. Ну и где же этот ребенок? Арина, смотри, Арина, ищи. Там есть, брат? Есть? Нету? Кто это? Это кто там такой? Я вам, точно. Арина, смотри, Арина. Арина, смотри. Вы знаете, у меня сегодня мог бы быть прекрасный влог с огромным количеством уборки. Но я не снимала так. Потому что я хотела успеть побольше. И не хотела бегать за Ариной, которая бы пыталась уронить штатив. Она всегда это делает. Вот, поэтому я просто убиралась и убиралась, и убиралась. Я даже проплесосила квартиру. Я закончила стирку бесконечно. У меня последний цикл сушки. У меня было несколько тазов вещей, которые я отбеливала, причем по несколько раз. И я приготовила... Сейчас покажу, что приготовила. Сейчас буду орешку кормить. Приготовила. Сварила свеклу. Буду салат делать. Свекла, яблоко и орехи. Приготовила супчик. Уже поели его, видите? Потушила кабачки, томаты и баклажаны. И цыпленок табака в духовке готов. Там вот надо достать. И салат еще сделала с кунжутом, с оливковым маслом. Там помидоры, огурцы, руккола, листья салата. Так, как там дети? Дети, смотрите, может, Карина на плаву сидит активно на кровати. Вот, я прибралась в прихожей, наконец-то. Вы видите по видеокамере, у нас тут часто свалка. Вот, сегодня здесь прям порядок. Вот тут лежит полка. Ну, не полка, штанга выдвижная, которую я заказала на Wildberries. Ее, я надеюсь, сегодня поставят, но не факт. Короче, я хочу, знаете, что, поскольку у меня есть... Иногда бывают вещи, которые нельзя сушить в сушилке, я их вешаю на плечике сушиться. И я хочу вот сюда, вот, смотрите, я вот так вот в камеру села. Короче, вот здесь я вот так повесила, видите, и сюда вешаю. Но неудобно сваливается. У меня тут вот такая вот система. И я купила просто такую вдвижную штангу, которую можно выдвинуть, повесить на нее. Здесь там 3-4 футболки, они здесь высохнут. Потом я их уберу, шкаф задвину. Даже в закрытом шкафу они могут сохнуть. Но если мне надо, будет там мало, ведь люди с корсами вдруг пришли, закрыть. Вот, и будет очень удобно. Кстати, я еще покупала вешалки для брюк, вот, на Wildberries опять же заказываю. Вот такие вот 5 штук. Второй комплект взяла, вот одна осталась свободная. Что, Рекс, Алина тебя выкурила с твоего места, да? Все время приходит она к тебе. Она так любит Рекс, она все время ее гладит. Собачка ушла, да. Я помыла санузлы. Я протерла пыль. Я собрала еще один мешок вещей на благодворительность. Я выставила кучу ненужных вещей на Авито. Мусор отсортировала в переработку. О, Господи, Рекс. Я напугала. Ну вот, фрукты нам она в вазу положила. Короче, целую кучу всего сделала. Что там? Фарина хнычит. Детьми позанималась, поиграла с ними. Оришка уже два раза поспала. Ку-ку. 150 раз переодела. Помрилась несколько раз. Да? Ты так скачешь? Да? По футболке Артемия, кстати. Уже все розовые одежки кончились. Я всегда сначала надеваю ее розовенькие. Ну, такие девчатики, короче. А потом уже идут в ход Артешины. Она уже все перепачкала. Вот как раз в сушеной машине. Там ее вещи сушатся. Да, кубик у тебя такой хороший. Тебе включить его? А, он работает. Хороший кубик. Еще от Артемии остался. Игрушек у тебя целая куча. Еще я позанималась йогой 10 минут. Хотела больше, но что-то не сложилось. С детьми тут и все такое. Вот. И прикиньте, мне придется ехать опять туда, куда я ездила, в МВД. Потому что они мне прислали. Все хорошо. Ваше заявление принято. Приезжайте к нам с оригиналом паспорта и справкой о доходах. И я просто. А-а-а! Я же вчера вам паспорт показывала. Почему? Почему если инспектор вышла и сказала, я все, я под мой личный контроль. Я все сделаю, все оформлю. Почему сразу не попросить? У меня все с собой было. Я специально подала через год с услуги, а не на месте, чтобы потом мне документы, которые я оформляю, выдали онлайн. Чтобы мне не надо было приезжать. Просто. Я-я-я-я не могу. Я пиши, говорю, они издеваются даже над гражданами России. Это просто, это такая организация, цель которой задолбать. И логики в этом нет никакой. Просто. Вообще. Все, выговорилась. Но это реально абсурд. Поэтому. Да, зайчик, сейчас покормлю. Поэтому поеду во вторник туда снова. Причем придется ехать уже и туда и обратно на автобусе, потому что прием, конечно же, с половины сталькиты до половины сталькиты. Речи не идет о том, как она кушать хочет сейчас, чтобы в течение дня подъехать. И Алишер меня подвезти не сможет. Хотя, конечно, можно на такси, но без коляски, блин, неудобно. А коляску не могу взять, если на такси, потому что я и так буду брать Оришки на автокресло. Короче, все сложно. Ну, а съездим, сделаем. Ну, то чего же это бюрократия в любой стране мира? Это такой геморрой себе. А-ля-ля-ля-ля-ля. А я вот уже думала, куда мы завтра пойдем гулять. Даже не знаю пока. Пойдем ли мы? Нет, ну, хочется, я имею в виду, не просто будем дома погулять, а с кем-нибудь увидеться, но я не знаю, сможет кто-нибудь или нет. Но очень хотелось бы увидеться с друзьями. Тем более, что погода классная. Но, к сожалению, она слишком прохладная. Для того, чтобы ехать жить на даче, мне кажется, хотя и не так. Я не знаю, где мы день рождения. Арина будет? Да, хватит трепаться, давай есть. Все правильно. Ребята, у нас полным ходом всякие доделки мелкие, стремянка стоит. У нас опять, я не помню, я говорила или нет, у нас во второй раз перегрела подсветка. Я не знаю, в чем дело. Там что-то, видимо, плохо с подсветкой. И эта подсветка от вытяжки работает. А вот эта не работает. Сейчас поехала. Лешар Петрович с мастером, чтобы починить это дело. Еще поменяли лампочку. Тут была перегоревшая лампочка. Еще повесили, как я просила, вот сюда, вот так вот, две картины, ну, рамки. Я не знаю, что в них будет. Скорее всего, детские рисунки. Мне хотелось очень повесить что-то на эту стену. Вот. И, в общем, блин, так они вторую, конечно, слишком высоко повесили. Ну, ладно. Ставим так. Уже не переделая. Хотелось чуть ниже, но без меня вешали. Я решку укладываю. Хотела вот здесь эту картину. Ну, будет так. Вот. И, короче, здесь что-то будет. Я не знаю, что. Но что-то будет, потому что эта стена была очень пустой. Да, так будет уютнее. Мне нравится. Потом еще что сделали. Просто кайф в детской. Повесили картину, наконец. Вот. Вот эту. Мы сначала хотели повесить ту, где мы все. Но по цвету больше подходит вот эта, где мы с Артемием. А, кстати, та, где мы все, она уехала на дачу, но мы ее пока так и не повесили. Мы хотим там спальню ее повесить. Вот. И смотрите, как красиво получилось. Это так уютно вообще. Я просто, я смотрю на этот уголок и думаю, а, молодец, неужели это моя квартира? Просто вживую это смотрится еще круче, чем на камере. Очень приятный, теплый свет у лампы. Камера показывает, как будто холодный. На самом деле тепный. Вообще просто кайф. И да, Артемий спит. И даже если я буду говорить в полный голос, он не проснется. Он очень крепко спит. Включи от Арины. Вот. Так, идем дальше. Еще одно, что я покажу. Так, здесь можно открывать. А, не до конца делали. Не до конца. Короче, там еще блокираторы наконец-то поставили в детской на окна. Чтобы можно было открыть вверх, но нельзя было открыть на распашку. Чтобы, ну, я за Аришку не беспокоилась. Артемий это взрослый уже, Арина еще маленькая. Плюс у нас второй этаж, знаете, дети там могут высунуться. Думаю, что-то. Ну, что, короче, никто не выпал, чтобы я не парилась. И вот эту штуку я очень хотела. Вот эту. В общем, как я уже говорила, когда я стираю, есть какие-то вещи, которые нельзя сушить в сушильной машине. И чтобы мне не доставать огромную сушилку, да, если это не одеяло, а просто пара футбола, я вот такую вот штуку на Вайлдберрис заказала. Выдвигаете. Причем специально заказала вот с такими вот шишечками. Она в три раза дороже обычной. Чтобы вешалки, которые я вешала, чтобы они не прилегали друг к другу. Чтобы не было такого, что я повесила, и у меня вот так вот две футболки висят рядышком и не сохнут. Чтобы они все висели вот на таком расстоянии. И, соответственно, здесь сохли. И, допустим, если футболок много, то это будет вот так, и я дверь закрыть не смогу. А если их одна-две, то вот так вот просто закрою и прикрою. Хотя чаще всего этот шкаф у нас открыт здесь примерно 90% времени. То одна створка, то другая, потому что тут у нас корзины с грязным белье, внизу мы постоянно туда кидаем. Здесь я все время лазаю за средствами для стирки. Ну, короче, бесконечный процесс. Этот шкаф закрывается, только когда гости приходят. Вот. Единственное, жалко, что эта штука бежевая, а не белая. Ну, как есть. Других не было, не нашла везде. Искала. Вот. Я поменяла местами, и теперь мне нравится, как они висят. Блин, не влезать в камеру целиком. Просто как это выглядит общая картина. Можно вот так вот показать. Ну, так вам неудобно смотреть на компьютеры. Вот. И, наверное, я попрошу Артемии нарисовать какие-нибудь две картины. Не знаю, что. Я хочу здесь что-то уютненькое. И детские рисунки мне нравятся в рамках. Вот так вот вешать. У нас на той квартире было вот это вот такое ощущение мягкое. Ну, не знаю. Уютное, короче. Семья и все такое. Вот. В общем, все. Я, кстати, успела еще и полы помыть. Я просто вылезала всю квартиру. Единственное, что мне осталось сделать из такого глобального, это вот эти стулья белые прогенералить с отбеливающей пастой, потому что за то время, что я была на даче, я не знаю, что это дешертное. Я, вероятно, он свой рабочий рюкзак на них ставил. Короче, они, ну, эти сидушки в пятнах, в грязи, и она не оттирается просто тряпкой влажной. Вот. Я хочу отмыть, потому что, да, белые поверхности, они такие, на них видно все. Я протираю постоянно эти фасады белые, у нас белый чайник, белые стены, у нас все белое, белые двери, и холодильник, и дети все это ляпают, и не только дети. Я это все протираю. Да, так что, не ввиду, что если вы захотите тоже такой интерьер, вы должны так же, как и я, любить ходить с тряпочкой. Каждый день. Реально каждый. Иначе это потом очень тяжело отмывать, намного легче это протереть. Ну все. Ну ладно, все, заканчивать. Блин, я так рада, что мы это все повесили. Это значит, знаете что? Это значит, я могу снимать рум-тур. Наконец-то, я очень надеюсь это сделать в воскресенье. Дай бог все получится. И тогда выйдет в этом месяце. Ура! Ладно, все, буду прощаться и побегу в душ, пока Аришка спит. Пока-пока.